Добрый день коллеги, дамы и господа. Я рада приветствовать всех представителей средств массовой информации, которые находятся на мультимедийной площадке нашего агентства, Международного информационного агентства России. Сегодня мы начинаем круглый стол на тему России и НАТО. Отношения на современном этапе. Поводом затронуть эту тему стала встреча глав МИД стран НАТО, которая стартовала в Брюсселе вчера, 2 декабря. На полях этой встречи также прошло заседание комиссии НАТО Украина и НАТО Грузии. Примечательно, что наш круглый стол мы проводим в день, когда 25 лет назад, 3 декабря 1989 года, завершилась встреча на Мальте между тогдашним генсеком СССР Горбачевым и американским президентом Бушем Старшим. По сути, эта встреча определила геополитическое будущее всего мира. На этой встрече было объявлено о прекращении холодной войны. Но если посмотреть на заявления, сделанные в Брюсселе, на встрече глав МИД НАТО и генсека НАТО, складывается впечатление, что холодная война бумерангом вернулась в наши отношения. Но встреча на Мальте была знаменательна еще и тем, что Советский Союз, по сути, дал свои позиции. Эту встречу эксперты называют политическим, дипломатическим Чернобылем для нашей страны и советским Мюнхеном. Мой небольшой экскурс в истории связан с тем, что сегодня, как и 25 лет назад, по сути, решается геополитическое будущее мира, возревает новый мировой порядок. Каким он будет, зависит в том числе и от России. Ну, собственно, как и 25 лет назад, зависело от Советского Союза. Итак, сегодня, комментируя принятые на встрече НАТО в Брюсселе решения и сделанные заявления, мы будем говорить и об этом. Я с удовольствием представляю наших гостей. Начну справа налево. Рядом со мной профессор кафедры международных отношений Дипломатической Академии Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Большаков. Наш второй гость – президент Академии геополитических проблем Константин Севков. Третий участник разговора – заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный полномочный посол Андрей Бакланов. Четвертый участник разговора – руководитель Центра стратегического развития стран СНГ Института Европы и Российской Академии наук, директор Института стратегического планирования и прогнозирования профессор Александр Гусев. И, наконец, четвертый участник разговора – ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности Российской Академии наук Алексей Финенко. Итак, если коротко подытожить сделанные в Рюсселе заявления в отношении России, то получается следующее. НАТО раздражает, если судить по заявлениям Генсека Альянса Столтенберга, что российские войска туда-сюда пересекают украинскую границу, что Россия нарушает территориальную целостность Украины, в том числе и своими гуманитарными конвоями, что не соблюдает минские договоренности, что российские самолеты в международном воздушном пространстве очень близко подлетают к воздушным границам стран НАТО, что Россия подписала военный договор с Абхазией. В общем-то, список безосновательных претензий к России можно продолжить. Но, может быть, НАТО вообще раздражает сам факт существования России как государства? Константин Валентинович, а что Вы услышали в выступлениях, звучавших в Брюсселе? На кнопочку нажмите. Собственно, для себя, как офицера флота России, Советского Союза России, офицера генерального штаба России, военного эксперта, я ничего нового-то не узнал. Подтвердились те вещи, которые хорошо были известны мне как военному специалисту, которые хорошо были известны, в общем-то, нормальным рядовым гражданам Советского Союза в 80-е и 70-е прошлые годы. Враг НАТО – это враг России, коренной, глубинный враг России, генетический враг России. Это вытекает из фундаментального геополитического положения, фундаментального геополитического закона о противопоставлении морской талассократии, морской цивилизации и континентальной цивилизации, тиллурократии. Это вытекает из того, что еще в конце XIX века крупнейшими геополитиками Запада, англо-саксонскими геополитиками, была провозглашена цель восстановления мирового господства, и эта цель может быть достигнута, по их мнению, только и исключительно путем установления контроля над Хартлендом, то есть сердцем, осью истории, которой является Россия. И ничего с тех пор не изменилось. Царскую Россию, хочу напомнить, свергали не большевики. Царскую Россию свергала прозападная либеральная буржуазия, Родзянки и связанный с ним генералитет. И за их спинами торчали уши британской разведки, британской дипломатии. Таким образом, воевали против союзника по Антанте, методами мягкой силы говоря сегодняшним языком, англо-саксы еще тогда, когда и в помине речь не шла о советской власти и социализме. Естественно, воевали против Советского Союза. И хочу напомнить, что не Советский Союз выстраивал железный занавес, а железный занавес выстраивал Запад. Советский Союз был вынужден признать этот железный занавес как данность. И данность этот выстраивался с 1946 года. Сегодня повторяется просто-напросто 1946 год, только в других условиях. Если тогда мы имели Варшавский договор, ну не Варшавский договор, а лагерь стран социалистического содружества, если мы тогда имели полноценный Советский Союз во всем его потенциале, то теперь мы имеем отсутствие Варшавского договора, полностью разгромленный лагерь союзников России, который только сейчас начинает восстанавливаться и выстраиваться на новом качественном уровне. Сегодня мы имеем разгромленную экономику России и потерю значительной части территории бывшего Советского Союза, куда теперь влезают натовские войска, натовские базы и натовские агенты. Вот что мы сегодня имеем. Сегодня НАТО решает ту же задачу, которую она решала и при царе, и при Советском Союзе, применяя ту же самую стратегию, стратегию анаконды, которая заключается в том, что, по мнению Макиндера, одного из авторов вот этой вот стратегии, это тот самый геополитик, который проволосил целью захват контроля над Хартлендом, суть которой свойствует, потому что она охватывает по периметру базами, военными блоками вот этот вот Хартленд, Россию, и потом постепенно откусывая от ее границ дружественные ей государства, регионы, расщельняя, вот, сжать ее до такой степени, чтобы она не имела доступа к морям, океанам, и задохнулась вот в этом замкнутом пространстве. Хочу напомнить, что анаконда сжалась ее дважды. Первая сжалась в рамках, когда был разрушен Варшавский договор и разгромлен лагерь социалистических стран, соцлагерь. Второй раз она сжалась, когда развалился Советский Союз. Первый раз закрепление успеха состоялось около 10 лет тому назад с принятием стран бывшего Варшавского договора во всем предварительным гарантиям и обещаниям со стороны НАТО не делать этого в состав НАТО, и даже туда вошли часть бывших советских республик, сейчас происходит второй этап сжатия, после второго этапа сжатия происходит закрепление нового, вновь полученных успехов, вернее, фу, оговорился я, прошу прощения. Теперь происходит закрепление, попытка закрепить результаты развала Советского Союза. Поэтому сейчас предпринимаются меры к тому, чтобы оправдать принятие в состав НАТО и Грузии, и Молдовы, и Украины. И для этого ищутся всевозможные поводы. Но для того, чтобы решить эту задачу, нужно опять сделать из России монстра. Для этого нужно опять объявить Россию империей зла. Для этого опять начинать надо выстраивать железный занавес. И он выстраивается со всей решимостью. При этом я хочу обратить внимание еще на один момент. Сегодня среди военных экспертов, среди граждан России существует определенное мнение, что военная агрессия, прямая военная агрессия НАТО против России маловероятна. И даже порой можно слышать такие слова, что зачем вы тут занимаетесь сопоставлением сил, ядерного потенциала НАТО и вооруженной силы России, если у нас есть ядерный меч, который позволит все сдержать. Хочу заметить, что в НАТО дураков нету. И на рожон они не полезут. Заниматься танковыми атаками образца 1941 года никто не станет. Для этого, прежде чем начинать военную агрессию против России, они осуществляют агрессию методами мягкой силы. Будут взрывать ее изнутри. Присмотритесь внимательно. Это уже началось. Подготовка к этому процессу. И после того, как будет дезорганизована система оперативно-стратегического управления и управления стратегическими ядерными силами, вот тогда произойдет первый бросок сил спецопераций, сил быстрого развертывания, под крики и вопли о необходимости взятия под контроль на неконтролируемой российской территории ядерных сил и ядерных объектов. Эти ядерные силы будут взяты под контроль, после чего пройдет нормальная танковая атака по образцу Югославии и всего остального на территорию России, когда Россия не сможет ответить. Вот примерно какой может быть сценарий. И поэтому, может быть, и, наверное, именно поэтому в первую очередь в странах, граничащих с Россией, с Белоруссией, в странах бывшего Варшавского договора, а теперь, вероятно, даже и на Украине это может произойти, развертывают в первую очередь силы специальных операций и силы быстрого развертывания. Их континентки слишком малы, чтобы составить угрозу России при теперешней ситуации. Однако при таком развитии ситуации это будет реальная сила, способная создать, скажем так, оперативно-стратегические, вернее так, стратегические условия для прямого сухопутного вторжения НАТО. И к этому надо готовиться сейчас. Надо понимать, что НАТО – это не мыльный пузырь. Спасибо большое, Константин Валентинович. Сергей Иванович, дайте, наверное, к вам. А какие вы выводы сделали из решений, озвученных на встрече глав МИД в Брюсселе? И действительно ли расширение НАТО, неименуемое, кольцо НАТО вокруг России будет сжиматься, в том числе за счет Украины, Молдовы, Грузии? Спасибо за вопрос. Это очень актуальный вопрос. И вот в контексте того, что сказал наш коллега, я хотел бы, так сказать, прояснить некоторые вещи. В отличие от давно прошедших времен, тем более периода Холодной войны, НАТО не перестает быть военно-политическим, или, как они называют, оборонным блоком или союзом, но на все те операции, все те мероприятия, которые происходят в настоящее время, которые происходят в течение последнего года, и в контексте того, что было обсуждено в Брюсселе, в частности, надо смотреть, так сказать, с позиции трех измерений. То есть мы не должны брать только военные измерения, мы должны брать военные измерения, политическое и экономическое. Не будем забывать, что, значит, значительная часть, большинство стран-членов НАТО – это одновременно и страны-члены Европейского Союза. И если мы вспомним, мы правильно вспоминаем про Макиндера, и мы правильно вспоминаем про морскую геополитику Соединенных Штатов, но вся проблема заключается в том, что сейчас в эту орбиту вот этой морской геополитики, помимо их воли, в общем-то, вовлечены государства, которые не имеют никакого отношения, в общем-то, к этой генеральной доктрине. То есть сейчас, когда членами НАТО стали такие страны, как Албания, как, так сказать, Болгария, как Румыния, которые, в общем-то, традиционно никогда не определялись в качестве одного из важнейших компонентов, так сказать, наступления там на Россию или создания какого-то устрашающего кольца вокруг нашей страны. В нынешней ситуации, когда продолжается уже не первый раз демагогия по поводу включения в союз Украины, Грузии и, значит, Молдовы, но о Молдове говорят меньше, об Украине говорят больше, о Грузии как-то сейчас тоже говорят не очень активно. Но, понимаете, если исходить с позиции международного права, международных экономических отношений, целесообразности, расширения любой организации, то в тех условиях, которые созданы, я, к сожалению, вынужден это констатировать, созданы в какой-то степени искусственно, в какой-то степени целенаправленно американским правящим классом, американской правящей элитой, в условиях, когда все маломальские знающие специалисты, я имею в виду специалисты, которые так или иначе разбирались в Советском Союзе, в российской истории, так сказать, которые, будучи антикоммунистами, тем не менее знали, что такое Россия, что такое Советский Союз, что такое Российская империя, и могли оперировать какими-то категориями. Ну, тот же самый Киссинджер, тот же самый известный и навязший в зубах Бжезинский, которого все знают, но который написал массу книг, где он анализирует во всех деталях, так сказать, деятельность ЦК КПСС и всего остального. Сейчас среди экспертов американских обслуживающих правящий класс и вашингтонские коридоры власти, по сути дела, не осталось людей, которые способны трезво оценить то, что в настоящее время спровоцировано определенными кругами американского истеблишмента. Вот буквально вчера я посмотрел, значит, заявление руководителя престижного американского центра «Стратфор», который занимается стратегическими исследованиями. И вот он в своем письме через интернет, обращаясь ко всем своим читателям, ко всем слушателям, говорит, тут меня пригласил Московский государственный институт международных отношений в Москву для того, чтобы я прояснил позиции наши, и я хотел бы, с другой стороны, услышать позиции приглашенной стороны. И при этом он совершенно откровенно называет Москву. «Я еду в город врага» – «the Moscow city of enemy». Понимаете, вот эти слова произносятся впервые так открыто, и это, в общем-то, согласуется, как это ни печально, вот с тем, что сказал уважаемый коллега, потому что, в общем-то, НАТО, которое себя пыталось в течение длительного времени позиционировать в качестве орган, работающий на систему, общую систему, коллективную систему безопасности, европейской безопасности, или, если хотите, евроатлантической безопасности. Все мы члены, в общем-то, вот этого сообщества. Россия имеет такое же право называться членом евроатлантического сообщества, как любое другое государство. Возьмите географию, посмотрите на географический атлас, понимаете, и принадлежность к Северной Атлантике, она больше, скорее, присуща, допустим, России, с точки зрения географии, чем Албании или там Хорватии, или тем более Грузии. Понимаете, а когда на протяжении уже целого ряда лет раздается демагогия о членстве Украины или Грузии, стран, которые не контролируют свои государственные границы, если это НАТО сделает, а если брать две организации, Европейский Союз и НАТО, то НАТО, к сожалению, выглядит как организация, которая способна пожертвовать основными кардинальными положениями своих доктринальных документов. И сейчас, когда мы откровенно наблюдаем, так сказать, как европейское сообщество, которое пыталось в течение вообще длительного времени позиционировать себя как возникающий и укрепляющий свое влияние, значит, игрок на международной арене, когда просто говоря языком элементарным, Европейский Союз лег под НАТО, понимаете, а НАТО в скобках, я не хотел никогда этого говорить, но сейчас я это говорю. Да, НАТО это в скобках, это США, вы понимаете, это США. И зная американских военных, у меня была возможность какое-то время назад кончить школу для командного состава офицеров НАТО в Баварии, и я был на других мероприятиях, там и в Норфолке, и в Монте, в Бельгии, и я прекрасно знаю менталитет американских военных, которые выполняют политический заказ, эти люди, которые не слушают никого и никогда, никакая история, никакая идеология, никакие ценности для них не имеют никакого значения. Главное выполнять то, что перед ними поставлено. Но одно дело НАТО, я не думаю, что речь дойдет в самые ближайшие годы до членства Украины или Грузии, потому что это было бы с точки зрения даже НАТО совершенно безответственной операции, тем более в свете вчерашних заявлений о том, что они собираются создать вот этот корпус быстрого реагирования из 5000 военнослужащих, и уже начинаются разговоры, так сказать, а насколько это будет дешевле, чем создавать наземные военные базовые сооружения. Потому что в свое время им об этом, их об этом попросили украинцы, их об этом попросили в Таллине, и они приходят к выводу, что это практически невозможно, можно это сделать на какой-то ротационной основе, так сказать. Но в условиях незакончившегося кризиса, незакончившейся рецессии, последствий финансово-долгового кризиса в Европе, а ведь страны-члены НАТО, это же не только страны, которые занимаются военной деятельностью, это страны, которые занимаются экономической деятельностью, понимаете? И очень сложно предположить, даже при условиях массированного влияния на эти государства США, что такие страны, как Болгария, Румыния, как Словакия, как Чехия, там как Венгрия, как Греция, в конце концов, что они все стройными рядами пойдут выполнять, значит, заказы по ликвидации России. Вы понимаете, здесь нельзя забывать про экономический фактор. Экономический фактор гаит очень большое значение сейчас. Это то, чего не было раньше. Мы все члены Всемирной торговой организации, мы все члены единого экономического глобализирующего пространства. И если Европейский Союз и его крупнейшие экономики, Германия, первая экономика Европы, пойдут на то, чтобы слепо, извините меня, ложиться под США, они в долговременной, а может быть и не в такой долговременной перспективе, поставят крест на своих экономиках, так или иначе, и крест на той интеграционной модели, которую они создавали, начиная с 51-го года. Я имею в виду Европейский Союз. И здесь нам остается только думать и гадать, потому что все рациональные ответы, они сейчас отсутствуют. Вот это вот слепое желание угробить Россию, прекратить ее экономический рост, создать на своей восточной границе вот эту вот черную дыру, которая никогда никому не была нужна. Потому что такое создать на границах с европейскими государствами страну в 17 с лишним миллионах квадратных километров, которая, так сказать, деградирует и входит в глубочайший кризис. Совсем недавно, после выступления Ангела Меркель, Штанмайер, министр иностранных дел Германии, в общем-то, откровенно совершенно сказал, типа, госпожа канцлер, есть какие-то пределы, в общем-то, надо все-таки определиться. Мы не можем позволить, так сказать, угробить Россию как экономическую державу. Понимаете, тут возникает очень много всяких измерений. Поэтому нельзя, конечно, преуменьшать значимости НАТО, но я бы не стал бы и где-то преувеличивать эту угрозу, потому что Россия, в общем-то, при всех своих нюансах, при всех своих проблемах, Россия способна отразить удары, которые могли бы быть ей нанесены, но в условиях ближайших лет я не вижу никакой возможности, чтобы все стройными рядами пошли, так сказать, и осуществили какую-то операцию, которая могла бы положить конец России как государству. Это некоторые мои замечания. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Сергей Иванович. Но все-таки вот то не мешает вводить Европейскому Союзу санкции против России. История с Мистралями, которые, ну, по сути, то, что Франция не отдает эти вертолеты-носцы России, ударяет по имиджу Франции. Франция нанесла себе колоссальный вред, как один из крупнейших прав... Нет, давайте вот Алексею. Знаете почему? Потому что мы на днях проводили видеомост с Парижем, где были французские бизнесмены, и как раз обсуждали вот тему Мистрали. Итак, Алексей, просто когда вы слушали Сергея Ивановича, вы с чем-то соглашались, я видела, что вы кивали головой, а с чем-то не соглашались. Вы, наоборот, крутили голову в другую сторону. Итак, пожалуйста. Ну, у меня, наверное, выступление будет в развитии Константина Валентиновича. Я, как обычно, полностью согласен с его анализом, и дам себе, не позволю себе дать несколько таких штрихов, которые, на мой взгляд, дальше произошли. Вот то, о чем вы говорили, Оксана, возобновление холодной войны, это произошло не в этом, вовсе не в этом году. Ведь, посмотрите, у нас с НАТО была очень интересная история все эти 25 лет. Мы каждые 5 лет заявляли на официальных документах, что надо преодолевать наследие холодной войны. Хорошо, наследие, правда, которое мы 25 лет все преодолеваем, преодолеваем, и все никак преодолеть не можем. Значит, видимо, действительно речь идет о каких-то очень глубоких системных противоречиях, с которыми мы никак не можем справиться вместе с НАТО. И вряд ли справимся. Теперь второй момент. Вот ныне потенциал для нынешней холодной войны, на самом деле, закладывался не сейчас, а в 1994-1995 годах. Вот именно тогда была предопределена современная ситуация. Что произошло в эти два года? Ну, во-первых, американцы, очень, да, администрация Клинтона пришла к выводу, что холодная война кончилась для Соединенных Штатов плохо. Да, совершенно верно. Открыт официальный документ, есть на эту тему, называется он, обзор ядерной политики США за 1994 год. Что ключевая цель достигнута не была. Российский стратегический ядерный потенциал демонтирован не был, как был демонтирован потенциал Германии и Японии после Второй мировой войны. Не был демонтирован российский военно-советский военно-промышленный комплекс. И Россия осталась тем же, чем был Советский Союз. Единственный с подстаной мира, способный технически уничтожить Соединенные Штаты и вести с ними борьбу на базе обычных вооруженных сил. То есть задача, совершенно верно, да, стратегическая, найти какую-то форму демонтажа российского стратегического потенциала. Вот это, да, стратегическая задача американской политики в отношении России. И она была именно тогда, в 1994 году, достаточно открыто сформулирована. Второй момент. Происходит знаменитая в Неаполе встреча Ельцина и Клинтона, где Ельцин ставит вопрос о гарантиях по поводу нерасширения НАТО и спрашивает о гарантиях Горбачеву. Ответ Клинтона документально всем известен. Да, говорит он, мы такие гарантии давали президенту Советского Союза, президенту Российской Федерации. Никто ничего не обещал. То есть получается, да, что никакие гарантии, какие были достигнуты на исходе Холодной войны, действовать не будут. Нам надо готовиться к новому туру соперничества. Ну и, наконец, в третий момент, я помню тоже, да, 1994 год, ноябрь, происходит знаменитая Будапештская речь на саммите СБСЕ Ельцина, где он говорит, что нам неприемлемо однополярный мир расширения НАТО. С этого момента Ельцин сразу перестает быть первым демократом, а становится корумблидером, новым царем, неоцарский режим в России, как потенциальный противник. То есть, в общем-то, да, уже тогда, в 1994 году, все было сказано совершенно четко и недвусмысленно. После чего уже началась, по сути дела, тогда возобновилась новая форма противостояния между Россией и НАТО. Вот за эти годы показали, что нам, к сожалению, да, не удалось выработать формулу, скажем так, да, какого-то компромисса, как пытались в начале 2000-х годов, ведь первый срок Путина, это была попытка выработать формулу какого-то компромисса под видом борьбы с терроризмом, с новыми угрозами. Помню эти годы, обилие круглых столов, обилие дискуссий, обилие разговоров о партнерстве. В общем-то, да, ничего из этого не получилось. Ну а теперь, да, уже переходим к современности, да, и я бы добавил бы еще третий успех американцев, то, о чем говорил Константин Валентинович, помимо двух, да, первых успехов, есть еще и третий успех. Им удалось в нынешнем году зачистить наших союзников внутри НАТО, внутри Евроатлантики. Да, там же традиционно было противостояние с советских времен. Были атлантисты, Великобритания и Нидерланды, которые всегда стремились только то делать, как говорит Вашингтон. А были евроатлантисты во Франции, в Германии и в Италии. Те, кто говорили, да, надо делать, как сохранять американское присутствие, но при этом ограничивать американцев и уметь вести диалог с Советским Союзом и с Россией. Задача не допустить военного конфликта. Вот, к сожалению, нынешний кризис украинский показал полную зачистку евроатлантического направления. Кроме пока еще чуть-чуть в Италии, нам по большому счету уже становится не с кем разговаривать внутри Европы. У нас нет ни прокладки, ни посредника между Россией и Североатлантическим альянсом. Что происходит сейчас? Вот сейчас, как это вам, да, не покажется странным, в какой-то смысле на новом этапе, наверное, воспроизводится ситуация 16-17 веков. Когда основной сводится, да, конфликтный регион, становится Балтийско-Черноморская конфликтная система. От, да, Финляндии до Грузии. Вот этот единый поезд государств, за который развернулась борьба. Вот началось-то с саммита НАТО в Уэльсе в сентябре, когда они очень четко сказали, наша цель разместить здесь определенную военную группировку. Да, пока она не опасна для России для танкового удара образца 41-го года, но для провоцирования, втягивания в Россию кровопролитные военные конфликты или создания второй вариант для России казус Бейли, после чего Россия будет вынуждать ее к отступлению, это, по-моему, идеальное средство такого, да, военно-дипломатического давления. И здесь четко вырисовываются три, по-моему, направления. Первое, да, это, конечно же, Украина. Хотя Сергей Иванович говорил о том, что кому нужно опасное, да, разваливающееся государство, а почему бы и нет, да, а почему бы не сделать из этого государства постоянную конфликтную зону для России большую, чем это для НАТО и американцев плохо. Второе направление, это, я думаю, будет Прибалтика, где будет размещение американской военной инфраструктуры пока в ограниченных провоцирующих целях. А третье, это, конечно, втягивания скандинавских стран. Посмотрите, да, какие происходят, весь октябрь шла истерика в Швеции, в российско-шведских отношениях. То есть, по сути, из Швеции делаются новой, скажем так, да, потенциальный антироссийский бастион с перспективой втягивания Финляндии. И здесь, да, я думаю, что возникнет несколько возможных кризисов. Это и Молдавия, где, по сути, да, наши миротворческие силы не имеют сухопутного и даже морского сообщения с Россией. Это и попытки смены режима в Белоруссии, не будем забывать об этом моменте. И это Балтийское море. Да, возможность создания для России казус Белли за счет перекрытия акватории Финского залива и прерыва сообщений с Калининградом. После чего нам просто дипломатически могут спокойно сказать, ребят, чтобы мы сняли это, на какие уступки и где вы нам пойдете. Вот я думаю, да, такие методы непрямого давления в ближайшее время НАТО будет активно, точнее, США активно использовать в Балтийско-Черноморском регионе. Вот если брать последние вчерашние заявления, то я думаю, что сейчас на 15-й год между нами вырисовывается повестка отношений. НАТО четко говорит, мы хотим пересмотреть основополагающий акт 97-го года. То есть ту сделку, что вы принимаете их в НАТО, но не размещаете военную инфраструктуру. Пока были политические гарантии Америки. Теперь они говорят, давайте делать военные гарантии. Вот, по-моему, сейчас нам надо подумать, а нужен ли нам будет новый основополагающий акт какой-то в какой-то форме, реформировать ли нам этот документ, или попросту от него отказаться, действительно посмотреть правде в глаза и начать строить свою полноценную оборонную инфраструктуру. Мы в таком положении уже были между Первой и Второй мировой войной. В общем-то, да, тогда. Вот, в принципе, я думаю, что это будет возвращение. И, конечно же, пытаться найти снова союзников внутри евроатлантического мира. Спасибо большое, Алексей. Давайте, наверное, Александр Анатольевич, к вам. Вот, возвращаясь к тезису, который озвучил Сергей Иванович, демагогия НАТО о членстве Украины и Грузии в Альянсе. На встрече в Брюсселе прозвучало заявление. НАТО запускает четыре трастового фонда содействия Украине, которые призваны финансировать, реформировать и модернизировать украинскую армию в четырех секторах. Означает ли это, с учетом заявления Порошенко и других украинских политиков, а Порошенко сказал о членстве в НАТО, выступая перед Радой нового, восьмого созыва, так вот, означает ли это, что Украина взяла курс на вступление в НАТО, а часть государств Альянса этому активно будут способствовать? Я не говорю, что этого хотят все, но вспомним заявление Штайнмайера, который говорил, что ни за что и никогда. Вот, пожалуйста, ваш комментарий. Спасибо, Оксана Юрьевна, уважаемые коллеги, я вас всех приветствую. Вы знаете, конечно, сейчас, рассматривая эти проблемы взаимодействия России, Европейского Союза, России и Альянса, меня многое настораживает. Настораживает прежде всего точка зрения Соединенных Штатов. Я абсолютно согласен с коллегами, что цементирующим основанием Североатлантического блока, точно так же, как, наверное, и Европейского Союза, сегодня являются, да, Соединенные Штаты, администрация Белого дома. Я в этом абсолютно убежден. Что касается вот всего отношения Запада к России, ну, вы знаете, прозвучало заявление о том, что улучшение российско-иранских отношений будет свидетельствовать в пользу того, что Запад применит определенные санкции в отношении нашей страны. Я не удивлюсь, что сейчас последует еще целый ряд пакетов санкций в отношении нашей страны. Вы знаете, почему снега нет в Москве? Весь снег выпал в Соединенных Штатах. Санкции. Поэтому удивляться здесь нечему. Что касается заседания, прошедшего 2 декабря в Брюсселе, мне кажется, что здесь ларочка открывается очень просто. Конечно, основная повестка дня заключалась не в отношениях к Украине, но я глубоко убежден, что украинский вопрос решится достаточно быстро. Тем более, что Рада 8-го созыва, по сути дела, вчера, деноксировала два очень серьезнейших документа. Это деноксация подписанных договоров Беловежской пущи и договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией. Плюс, вероятно, в ближайшее время Верховная Рада вернется к рассмотрению поправки Конституции 1996 года, об отмене внеблокового статуса Украины. Косвенным образом можно себе хорошо представлять сейчас, что позиция Украины абсолютно понятна. Какова позиция стран Европейского Союза, составляющего действительно основу Североатлантического блока НАТО? Да. Позиция однозначная. Блок НАТО будет стремиться к тому, чтобы вовлечь Украину. И я думаю, что здесь вопрос только времени. Украина в ближайшее время, точно так же, как и Грузия, с Молдавией вопрос достаточно сложный пока. Там, вероятнее всего, состоится референдум. Поэтому то, что касается Украины и Грузии, я абсолютно в этом убежден, в ближайшее время обозримы они станут членами Североатлантического блока. По крайней мере, вот та программа, которая в свое время еще была написана и Бушем, продолжена Бараком Обамой. Я вспоминаю слова Хиллари Клинтон, госсекретаря Соединенных Штатов, 12 декабря 2012 года, собственно сказать, за несколько дней до ухода из Белого дома. Она сказала, что ни при каких условиях Соединенные Штаты не дадут возможности Российской Федерации создать вот эту конструктивную модель евразийскую на постсоветском пространстве. Четко и определенно. И сейчас администрация Белого дома делает все необходимое и возможное для того, чтобы реализовать эту программу. Конечно, она была не инициатором всех этих действий. Тут я с Алексеем соглашусь в той части, что, конечно, начало 90-х годов, вот если говорить о исторической перспективе, то понятно, что в это время и решался вопрос ухода от тех договоренностей, которые были достигнуты между Соединенными Штатами и Советским Союзом, между Соединенными Штатами и ведущими странами Западной Европы где-то на рубеже апреля-июня 1989 года. Я на этой встрече присутствовал, я живой свидетель этих процессов, когда в рамках 4 плюс 2, я напомню, что это ГДР, ФРГ, решался вопрос и четырех государств Франции, Великобритании и Соединенных Штатов и Советского Союза, решался вопрос о воссоединении Германии, восточной и западной ее части. В этом контексте недавно исполнилось 25 лет разрушению Берлинской стены. И вот в этом контексте, конечно, рассматривался вопрос о дальнейшем функционировании Североатлантического блока в Европе. И недвусмысленно все представители западных стран говорили о том, что нет, нет, расширения не будет. Но я напомню, что на этот период количество стран, входящих в Альянс, составляло 16. К 1999 году, то есть, по сути дела, к началу 2000-х годов, их число выросло примерно до того количества, которое мы имеем сейчас. Ну, понятно, что прибалтийские страны вошли уже в 2000-е годы, но, тем не менее, достаточно близко. Поэтому вот эти договоренности, которые были достигнуты тогда, они, конечно, почили в бездну, и никаких договоренностей сейчас они не вспоминают. Что касается вот этих трастовых фондов, о которых вы говорили, Оксана Юрьевна, их действительно, сегодня их уже 5. По сути дела, сказать, 5 этих фондов. Они закрепили эти фонды общим объемом порядка 115 миллионов долларов. На 5 этих фондов будет выделено ассигнование Соединенными Штатами в пределах 100 миллионов долларов. И 15 миллионов сегодня выделяют страны Европейского Союза. Ну, о чем это говорит? Это лишний раз подтверждает, что Соединенные Штаты, прежде всего, даже в соотношении 100 и 15, настроены достаточно оптимистично в отношении Украины. А Украина, она сама идет в руки Соединенным Штатам и странам Североатлантического Альянса. Она готова с распростертыми объятиями сегодня войти в состав этого блока. Для России, да, конечно, мы должны учитывать, вот это очень важное обстоятельство, что Альянс, по сути дела, приходит к нашим границам западным. И здесь, я с коллегами соглашусь, Россия должна сделать все необходимое, возможно и невозможно, для того, чтобы безопасить себя. В свое время, я напомню коллегам, Россия предлагала еще в 2007-2008 году общую систему европейской безопасности, но она, к сожалению, к большому сожалению, была похоронена в результате определенных действий в Великобритании и Польше, прежде всего, зимой 2010 года. Никакой системы европейской безопасности не получилось. Мы предлагали американцам создать общую систему противоракетной обороны, а из этого тоже ничего не получилось. Почему? Вот зададимся вопросом, а почему этого не произошло? Да потому что, говоря словами Митта Ромни, да, республиканца, мы же все думаем сейчас, вот придут республиканцы вместо демократов, и отношения с Соединенными Штатами наладятся. Но вспомните, о чем говорил претендент на президентский пост осенью 2012 года. Он заявил, что Россия является агрессором, Россия является врагом, правда, оговорившись, в геополитическом плане. Вот вся стратегия Соединенных Штатов. И хрен, редьки, не слаще. Что республиканцы, что демократы, отношение достаточно простое и банальное к тому, что происходит на постсоветском пространстве. Россия, я не согласен с Константином в той части, что мы настолько экономически сейчас слабы, Россия выглядит очень слабой. Да, у нас есть трудности определенные в экономическом плане, но тем не менее у нас есть дух, русский дух, российский дух, если хотите, который позволит нам, ну, по крайней мере, выстроить ту систему безопасности на постсоветском пространстве, ту систему безопасности Российской Федерации, которая позволит нам нормально развиваться в ближайшие годы. Я в этом абсолютно убежден. Спасибо. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Нет, давайте сначала дадим возможность высказаться и нашему пятому участнику, для которого у меня тоже есть вопрос. Ну, чтобы обустроить на Украине или в Грузии, или в Молдавии американскую или натовскую базу, совсем не обязательно принимать эти страны в НАТО, тем более что число натовских советников на Украине, например, растет с каждым днем. Алексей Финенко говорил, что сейчас идет новый тур соперничества США и России, а НАТО – это всего лишь инструмент. Ну, как, собственно, и европейцы – это тоже инструмент в руках Соединенных Штатов. Андрей Глебович, осталось ли сегодня пространство для диалога России с Европой, России с НАТО, России с США, и вообще к чему нам готовиться? Нужно ли пересматривать наши отношения, о чем также говорил Алексей Финенко, и в чем все-таки, если у нас эта подушка безопасности, в чем она? – Вы знаете, я все-таки в целом соглашаюсь с тем осторожным, таким сдержанным и пессимистическим настроем, который у нас господствует в рамках сегодняшнего круглого стола, и, по-моему, правильно, что мы настроены, на всякий случай, так более осторожно. Но есть и некоторые моменты, которые говорят, что не так все, безусловно, плохо, и есть те точки, на которые мы можем, так сказать, как-то опереться. Ну, действительно, варшавского договора нету, и мало на кого мы можем рассчитывать, но, тем не менее, есть определенная группа стран, которая с надеждой на нас смотрит, и нам тоже интересен их опыт. Я только что вернулся из командировки на Ближний Восток, была возможность встретиться с президентом Сирии Асадом, с руководством ряда других стран, Иордании, Перути были, интересные такие переговоры. Вот Асад, например, он, я вот в таком хорошем настроении духа, честно слово, в течение 10 лет ни разу не видел, он чувствовал, что он как-то вот воспрял. Ему явно совершенно льстит то, что именно на Сирии споткнулась вот эта вот линия Запада на сценарное решение своих целей. Вот то, о чем говорил Сергей Валентинович, справедливо, что у них есть сценарные какие-то разработки, они потихонечку где-то лучше, где-то хуже, но они их продвигают. Вот на Сирии, чей потенциал не сравнен с нашим, никакого там нет оружия, массу уничтожения, ядерных сил, сдержанных и так далее. Тем не менее, своим духом, своей решимостью, своим каким-то умением, в том числе дипломатическим, они на данном этапе, не знаю, что дальше будет, но на данном этапе они выстояли. В течение трех лет вот то же самое вот они адресуют и нам. Они видят, насколько в тяжелом положении находимся мы. И вот те, кто нам, так сказать, сочувствует, и кто симпатии относится к Москве, к нашей политике, они указывают на то, что одним из главных компонентов для того, чтобы противостоять явному давлению и наглости стороны Запада, это является твердость. Твердость. И в этой связи, я думаю, действительно, с учетом того, что все ближе и ближе к нам подходит эта военная опасность, я думаю, что назрел момент для более ясного прояснения отношений с Западом и более ясного изложения того, дальше чего мы не дадим им во всяком случае военным отношениям продвигаться. Я бы зафиксировал такие вот точки, четко об этом заявил, что в случае, например, развертывания вблизи наших границ ударных американских сил, мы будем уже на этапе их развертывания применять силу. Я думаю, это будет справедливо. Ведь американцы в свое время, когда они почувствовали подобного рода опасность на Кубе, они не постеснялись очень четко изложить позицию. Возник кризис, но его разрешение, в общем-то, оказалось нормальным. Мы сняли, так сказать, какие-то военные вещи, не очень нам на самом деле нужные, они отвязались от Кубы. Значит, иногда такое прояснение отношений, оно бывает полезным. Я думаю, что вот сейчас мы вплотную приближаемся к моменту, когда неизбежным становится ясность по этим вопросам. Дальше сидеть и ожидать, как дело пойдет, наверное, это приближать нас будет к тому, как было в 1941 году. У нас масса литературы про 1941 год. Но давайте вот не про 1941, а про нынешний период. Более четко отфиксируемся ситуации и примем какие-то необходимые меры. Теперь вот касаясь вот этого вопроса, о котором вы говорите, в отношении переговорных возможностей. Я думаю, что на предстоящий период такая возможность будет расширяться. Не уменьшаться, а расширяться. Вы смотрите, вот если даже проанализировать решения министров иностранных дел, которые только что были. Ну, если бы НАТО действительно такая, как молодежь говорит, крутая организация, спустя уже, ну, какое-то время прошло против Фуэльса, можно было ожидать, что они пойдут по пути конкретизации. Где конкретизации? Ну, заявление очень такое хилое по итогам. Ничего нового, 4,5 тысячи, то, что там развертывание было, это смехотворно, понимаете? Некоторые их документы, ну, вы знаете, вот, наверное, я хоть и близкий к военным кругам, но не военный человек. Но когда я читаю в НАТОвском документе, например, 12 градаций развертывания войск, начиная от нескольких дней до года, слушайте, ну, это смешно. Значит, действительно, у них тоже не настолько всё это здорово идёт. И я думаю, что сейчас, судя по всему, военно-политическая интеграция западных стран потихонечку идёт по тому же пути, по которому мы в 2011 году плохо начали делать дела идти, в торгово-экономической интеграции ЕС и Запада в целом. Я думаю, они всё больше и больше будут встречаться с определёнными трудностями, и одновременно будет нарастать определённое такое разочарование, что ли. Вот сейчас налицо существенное разочарование итогами экономической интеграции. Видите, разночтение начинается. Сейчас, после ликвидации подрядных договорённостей по газопроводу, это будет усиливаться. То же самое пойдут центробежные тенденции и в военной сфере. Я предвижу нарастание противоречий. И вот здесь потребуется, конечно, филигранная дипломатическая, политическая работа для того, чтобы закрепить, если такая тенденция пойдёт, я уверен, она пойдёт, закрепить эту тенденцию и способствовать тому, чтобы те же самые иностранцы побольше говорили о своих собственных национальных интересах. Вы видите, уже происходят такие значимые процессы во Франции, и в других странах послабее, но это тоже набирающие силы явления. И мы должны помогать. Я не очень, я удовлетворён тем, что в отличие от 50-60-х годов, у нас как-то нет какой-то такой организации общественных сил. Раньше у нас имелось там солидарность, организация была, организация, где мы участвовали по Гаушске, вот этих движений учёных, движений сторонников мира и так далее. Сейчас вот надо вернуться к такого форма ведения общественного диалога, которое может быть весьма и весьма значимым. Поэтому я расцениваю ваш вопрос как призыв к тому, чтобы мы и экспертные сообщества, и политические деятели наши активнее продумали вопрос, как наладить наряду с чисто официальной и официозной дипломатии, так же и дополнительные усилия по линии общественных организаций для того, чтобы размягчать позицию Запада, показывать им, в чём заключаются наши интересы и, собственно, их собственный национальный интерес, потому что в военном конфликте в Европе на самом деле никто не заинтересован. Хорошо, тогда на каких европейцев, ну, более-менее там, ну, пускай в маленькой степени мы всё-таки можем опираться, вот с вашей точки зрения. Вот итальянцы, Алексей говорил, уже прозвучало. Я думаю, надо с каждой страной без исключения вести продуманную, разнообразную по формам, по содержанию работу. Пока мне кажется, что вот этот трек-ту, так называемый, общественный дипломатия, работает у нас слабовато. Лучше, вот как раз пользуясь тем, что мы находимся здесь в органе, отначеясь к СМИ, вот СМИ получше стало работать. Я сам часто в арабской редакции принимаю участие в нашей телевизионной работе на арабские страны. Хорошо там и активно работают, но это только одна вид нашей идеологической работы, а где все другие? Здесь целина, которую надо немедленно осваивать, если мы обязаны принять все меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее скатывание к военной эскалации. А пока, судя даже по нашим выступлениям, именно об этом идет речь. Спасибо. Константин Валентинович, вопрос. Прежде всего хочу сказать, что никто не собирается Россию действительно превращать в черную дыру. Это абсолютно правильная постановка вопроса. ее собираются расчленять, брать под контроль, брать под свой контроль, захватывать природные ресурсы, коммуникации, землю, территорию. Здесь будет благоденствие, но это будет благоденствие не для нас. Вот это четко совершенно. Для этого, плюс второе, конечно, это устранение ядерной угрозы. Это тоже однозначно. Что касается вопросов возможностей военного альянса НАТО ударом по России, то хочу заметить, что до 2018 года принята программа, в соответствии с которой неядерные державы, такие как Германия, Голландия, Бельгия, Италия, оснащаются их тактической авиацией средствами доставки ядерных боеприпасов. То есть они становятся ядерными державами. И к ним, пусть они не имеют своего ядерного оружия, будут подвешиваться американские ядерные бомбы ВИИ-61. С образом коридентального полета. То есть, попросту говоря, эта работа, это немалые деньги, вкладываются не просто так. Очевидно совершенно, что не для войны с Ираном. С Европы туда тактические истребители с ядерными бомбами не долетят. Что касается вопроса Сирии и России. Совершенно верно. А Сирию зубы обломали. Только благодаря чему? Благодаря тому, что была Россия и Китай. Не было бы России и Китая. Сирию давно-давно разбомбили и взяли бы по контролю. Россия и Китай сдерживают. Кто будет сдерживать агрессию против России? Да никто. Поэтому совершенно спокойно, если будет проведен сценарий мягкой силы и разрушения государственности России, последующий ее захват военный, это вопрос технический. А кто будет сопротивляться? Применят вплоть до ядерного оружия. Тактического. Зачем? Стратегическое. Следующее, что я хочу сказать. Я не говорил о том, что Россия сейчас не способна противостоять. Способна, безусловно. Я просто говорю о том, что условия намного более сложные, чем они были в 50-е годы. Вот о чем я подчеркиваю. Что нам надо, придется затягивать пояса. Всему народу затягивать пояса. И у народа, естественно, возникнет вопрос, а затягивают ли пояса в такой же степени те, которые на разграблении нашей страны получили свои миллиардные состояния. И это может вызвать серьезные социальные потрясения. И надо быть правительству готовым к тому, чтобы те, кто на нашем разрушении получил свои состояния, привлечены были к ответственности и конфискованы эти состояния. Это вполне возможно. Такой вопрос. Теперь я хочу остановиться еще на вопросе создания правильной постановки вопроса, который Андрей Глеевич, я с ним абсолютно согласен, это распространение вот этого влияния. Я хочу заметить, что работа такая ведется. Вот, говорит, именно общественной организации. Пока она ведется на уровне именно общественной организации народной дипломатии. Вот совсем недавно, 26-27 ноября, в Москве прошел Московский геополитический симпозиум, на котором представило 9 стран. Это и Мексика, и США, и Германия, и Китай, Сирия, Палестина. Вот такие вот, вот такая страна. Но это, да, этот симпозиум проводился в рамках, организовывался в Академии геополитической проблем, президентом которой я являюсь, который действует в рамках так называемого ворк-группа. Это World Investment Research Program. Группа, то есть группа, которая занимается исследованием глобальных проблем перспективных, которые включают вообще-то в общей сложности около 30 уже стран, включая там и Италию, и Францию, и многих других. И такая работа уже ведется. Правда, это ведется работа именно чисто на общественных началах, соответственно, есть соответствующие проблемы. Однако ежегодно минимум 3-4 таких встречи проходят в разных странах. Это Шанхай, Китай, это Мехико, это Пуэбло в том же самом Мехике проходит. Вот, и в Великобритании проходили заседания этой группы. Вот, то есть такая работа ведется, она есть. Теперь чем ответить? Значит, России есть чем ответить. Предпосылки к тому, чтобы создать альтернативные антенна-то, есть. В первую очередь, это Шанхайская организация сотрудничает с привлечением Китая. Китай сейчас заинтересован в военно-техническом сотрудничестве с Россией, как на военно-стратегическом отношении, то есть создание условий для совместного применения вооруженных сил, так и военно-техническом отношении, то есть создание совместных программ систем вооружения с Индией и в рамках БРИКС. Особенно интересно в рамках БРИКС. И я намечаю, что такая работа ведется. Тот факт, что Россия имеет сегодня программы совместной разработки вооружений с Индией, с Китаем, с Бразилией и уже с Южной Африкой, есть не что иное, как формирование единой системы разработки систем вооружения, простите за ставтологию, в рамках уже в БРИКС. Это уже очень серьезный шаг. То, что БРИКС формирует единую финансовую систему, основой которой послужит этот международный банк, это тоже предпосылка к этому. БРИКС понимает, что в рамках БРИКС, лидеры стран БРИКС понимают, что это необходимо. И то, что эта консолидация будет идти, да, вопрос в темпах. Центральный вопрос в темпах. Сейчас играет на время, на темпы. Сегодня говорят о том, что в Соединенных Штатах Америки там на 3-4% растет ВВП, это ни о чем не говорит. Долг растет у них быстрее. Долг не остановлен, рост долга в Европе. Придется им тоже затягивать пояса. И те народы в Европе будут задавать точно такой же вопрос, как может задать наш народ этот вопрос. Поэтому социальные потрясения в Европе также неизбежны. И у нас сегодня стоит вопрос о том, кто быстрее сумеет перехватить инициативу. Поэтому вопрос темпа. Темпа и еще раз темпа. Надеюсь, наше правительство это понимает. Спасибо, Алексей. Вы слово просили. И потом, Александр Анатольевич. Да, я хотел бы несколько, так сказать, четыречков. Может быть, единственное, с чем я бы чуть-чуть не согласился с вами, Александр Анатольевич, это по поводу перспектив. Какие бы все-таки ни были, да, и республиканцы, и демократы, естественно, считают нас своим стратегическим противником всегда. Но все-таки республиканец, по-моему, нам любой всегда чуть-чуть лучше, чем демократ. По одной простой причине. С республиканцами можно хоть каких-то достигать договоренностей. Демократы – это администрация, которая, в принципе, отрицает сам идею любых договоренностей. Посмотрите, именно при демократах мы всегда стояли на грани прямого военного конфликта. Кеннеди у нас очень любят эту администрацию. А если подумать, да, то более, наверное, антисоветской не было. Администрация Картера с евроракетами, администрация Клинтона с балканскими операциями Югославии, администрация Обамы, все за всеми этими президентами у нас всегда были крайне напряженные отношения. Поэтому, по-моему, скорее, если придут республиканцы, хоть и будут говорить, чтобы враги, все-таки хоть о чем-то, какой-то диалог может быть ограничен и восстановиться. Но это ладно, это не самое главное. Главное, хотел бы сказать еще вот о чем, что, к сожалению, изменилась кардинально в неблагоприятную для нас сторону ситуация в Европе. Американцам удалось реализовать главный проект – сделать из Германии снова ключевую, скажем так, антироссийскую силу в Европе. К этому, да, в том числе, я думаю, это была одна из целей украинского кризиса. Ведь до этого у нас, в общем-то, был расклад в европейской политике более-менее понятный. Есть США и Великобритания, с которыми, в общем-то, да, у нас, мягко говоря, не дружественные отношения, а зачастую враждебные. И есть Франция и Германия, да, отчасти Италия, хотя у нее вес меньше, как страны, с которыми мы диалог вести можем в рамках НАТО. И они нам удается хоть как-то амортизировать политику НАТО через них. Вот что получилось теперь? Теперь Германия, по сути, превращается в инициатора санкций, в инициатора наиболее антироссийской политики и, фактически, лидера антироссийской политики стран Восточной Европы. Типа Польши, Прибалтики, ну, чуть-чуть Чехия в последнее время от этого отходит, а так шла в этом направлении, да и Украины. На этом фоне то, что делала в последние три года британская дипломатия, в общем-то, это было направлено на разжигание этого противоречия. Ведь Кэмерон, постоянно приезжая и в Сочи, и встречаясь с Путиным, открыто, да, говорил недвусмысленно, да бог с вами, бог с ней, с Германией, найдутся у вас и другие партнеры в Европе. Даже, по-моему, Найджел Фарадж, лидер этих консерваторов радикальных, по-моему, в октябре 2012 года опубликовал интересную статью, что у Москвы и Лондона снова общая задача сдерживать Берлин. В итоге с Берлином мы поссорились, Лондон мы по понятным причинам в качестве партнера не приобрели. Алексей, вот маленькое уточнение. А немецкий бизнес, как вам кажется, будет продолжать терпеть неконструктивную политику своей консультуры? Я вот, если бы немецкий бизнес не терпел бы, они были бы для него действительно тяжелыми, я думаю, Меркель уже давно перестала бы быть канцлером. Тот факт, что Меркель до сих пор канцлер, свидетельствует о том, что влияние санкций на немецкий бизнес мы, к сожалению, чрезвычайно преувеличиваем. Другое дело, да, что для Германии, я считаю, это будет потеря ее системного веса. Ведь, будем говорить откровенно, Германия до сих пор страна с ограниченным суверенитетом после Второй мировой войны. Вот диалог с Россией, партнерство с Россией позволяло ей возвышаться в мировых делах до уровня посредника между Россией и США. Если теперь Германия превращается в обычное такое, да, антироссийское государство, то она становится в одном ряду с Польшей, с Латвией и с другими страдами. То, в общем-то, что выгодно американцам для нового сталкивания России и Германии в Европе. Вот это, по-моему, один из наиболее неблагоприятных итогов нынешнего года. Александр Анатольевич, спасибо. Да, ну вы знаете, естественно, возникает вопрос, с кем Россия будет выстраивать отношения, кто является для России партнером в Европе. Ну, если говорить о торговле, да, о торгово-экономических отношениях, то у нас партнеров в Европе достаточно много. Но речь сегодня идет не об этом. Мне кажется, что сейчас действительно Европейский Союз переживает период определенной консолидации. Консолидации внутри Европейского Союза. Посмотрите, даже риторика изменилась у президента Чехии и Словакии в самое ближайшее. Вот, собственно, на днях, на прошлой неделе он говорил о том, что да, вот санкции мы готовы решать вопрос в рамках Европейского Союза о смягчении санкций. Сейчас несколько риторика изменилась. Почему? В связи с чем? Конечно, здесь определенное давление ощущается со стороны Соединенных Штатов. Это давление с каждым днем, с каждым часом все увеличивается. Должны мы реагировать на эти посылы Соединенных Штатов? Безусловно. Я соглашусь с тем, что партнеров у нас достаточно много. Кстати, не только в Европе, они есть и в Европе, они есть и в Азии. Конечно, говорить о том, что Китай является нашим стратегическим партнером, да, я с этим соглашусь. Индия, кстати, вот, отвечая на ваш вопрос по мистралям, ведь индийское руководство заявило, что они готовы расторгнуть договор с Францией по поставкам самолетов общим объемом 22 миллиарда евро. Это достаточно существенно, если Франция заморозит сейчас передачу мистралей России. О чем это говорит? Да, косвенным образом, конечно, это свидетельствует в пользу того, что у нас есть партнеры, у нас есть те государства, которые нас будут защищать. И в БРИКС, и в ШОС, естественно, будут нас поддерживать. Кроме того, я должен напомнить итоги саммита G20, правда, не официального, а вот в той части, в которой 5 государств в БРИКС собрались к луарным, может быть, на этом саммите и решили. Впервые за многие годы, я это подчеркиваю, я очень выделяю даже не сами итоги этого саммита G20, а именно вот то, о чем договорились в рамках заседания БРИКС 5 государств впервые. А к ним присоединились еще и представители таких государств, как Индонезия, даже Мексика, Турция, которые выразили общую солидарность с этой группой 5, которые консолидированно заявили о том, что они будут противостоять американской позиции, американскому внешнеполитическому вектору по отношению к России. Они поддержали, по сути дела, Россию в ее борьбе с санкциями Запада. О чем это говорит? Это говорит лишь об одном, что у нас есть партнеры, и те партнеры, на которых мы можем опереться и с точки зрения торгово-экономических связей, и политических связей, и военных связей. Поэтому мне кажется, что не все так однозначно. Но поживем, как говорится, увидим, в Европе тоже не все однозначно. И в Европейском Союзе тоже. Вот это необходимо учитывать. Сейчас практически все структуры Европейского Союза, а они являются наднациональными, я напомню, пришли совершенно новые люди. И в Европейскую комиссию, и в Европейский совет. Там новые люди, да, может быть, мы, эти люди не оправдали наших ожиданий. Мы полагали, что смена Кэтрин Эштон на Федерико Магерини приведет к определенным позитивным сдвигам в российско-европейских отношениях. Пока этого не произошло. Но, как говорится, еще не вечер. Поживем, поживем, увидим. Поэтому не все так однозначно. А то, что Европейский Союз и основная часть стран Европейского Союза являются консолидирующим основанием для Североатлантического Альянса, ну, это очевидно. Но, тем не менее, эти процессы... Вот тут очень важно еще понять механизм взаимодействия наднациональных органов Европейского Союза и руководства Североатлантического Альянса. Здесь не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Трудностей очень много, и мы их скоро увидим. Да, спасибо большое. Ведь против России идет информационная война. Это признают, в общем-то, западные здравомыслящие эксперты. Ведь она может быть направлена даже против тех европейцев, которые пытаются как-то поддержать либо Россию, либо высказать свое видение урегулирования отношений между Россией и Европой. Пример тому как раз Матиас Плацак, руководитель Герман-Российского форума, который высказал свое видение возможности урегулирования крымского вопроса в отношении России и Запада. Сергей Иванович, вы слово просили. Я хотел здесь просто... Спасибо за предоставленное слово. Я хотел здесь проставить просто некоторые дополнительные акценты. Я абсолютно согласен с коллегами, но при этом я бы воздержался от категоричности ряда оценок, касающихся развития ситуации в Европе и вокруг Европы, и все, что касается отношений Европы с Российской Федерацией в том плане, что Европейский Союз... Я не совсем согласен, что он сейчас переживает период консолидации, потому что Магерини пришла и заменила Кэтри Нэштон, о которой Николане была нашей хорошей подругой. У итальянской представительницы прослеживается ряд осторожных моментов, которые просто сдерживаются тем, о чем ей намекают из-за океана. Это совершенно очевидно. Но когда мы говорим о Европе, когда мы говорим о Европейском Союзе, когда мы говорим о перспективах России вот в этих сложнейших условиях, я бы не стал видеть все в таких уже абсолютно мрачных красках. Да, мы вступили в рецессию, да, у нас наступает кризис, так сказать. Но многие вещи, и вот вы буквально сейчас обозначили вот эти вот моменты, идет информационная война. Не надо преуменьшать значимости тех механизмов, на которые сейчас ориентирована, ангажирована, так сказать, пресса и масс-медиа, которые работают на полную катушку. Основная масса заявлений и действий Европейского Союза, Европейского ядра, я не говорю о НАТО, я говорю о Европейском Союзе, она, в общем-то, исходит из того, что выдан заказ. Заказ в какой-то степени можно квалифицировать как «Россия-захватчик», «Россия-агрессор». Никто особенно не вникает, насколько это правда, насколько это соответствует реальности, насколько люди знают, особенно в Европарламенте, особенно сейчас, где сидят вот эти вот женщины из зеленых партий, кричат всякие вещи в отношении демократии, единства Украины, не зная даже, что такое Украина, не зная, что такое Крым, не зная истории взаимоотношений этих республик Российской Федерации и Украины и так далее, и вот под это дело, под лозунг, так сказать, «Россия-захватчик, завтра Россия», вот Путин возьмет, значит, встанет во главе армии, и это то же самое, что было, так сказать, когда НАТО объединялось в 1949 году. Вот, Советская армия, Красная армия стоит у границ Западной Европы, вот она сейчас пойдет и возьмет Париж, она возьмет Рим и так далее. Тогда даже Сталин об этом не думал, но это дало повод создать вот эту структуру, которая называется Североатлантический Союз. Сейчас, по сути дела, делается вторая попытка, в значительной степени обусловленная тем, что общественное мнение, вот почему с этим надо работать, общественное мнение в Европе, не надо ехать в Америку, приезжайте в Вену и поговорите с людьми, они будут вам на каких-то формах профессиональных, они вам будут с запуганными голосами говорить дикие вещи о России, так сказать. Я говорю, хорошо, садитесь на самолет, прилетайте 2-3 часа лета. Понимаете, вот почему важно, вот как вот я согласен с коллегой, что нужно работать на уровне не просто общественного мнения, не просто общественных организаций, а делать это профессионально. У России есть очень много возможностей, чтобы воссоздать себя в качестве партнера, а не врага, потому что мы все работали на протяжении многих лет, ну хотя бы взять 1975 год, слушайте, 40 лет работали, чтобы создать систему коллективной безопасности, из этого же ничего не получилось, потому что никто не хотел вкладывать деньги в ОБСЕ, потому что все их вкладывали в то, чтобы влезть в НАТО. В НАТО налезло, бог знает, сколько государств, в том числе такие мощные военные державы, как Албания, вы понимаете, которая никогда, в общем-то, и в страшном сене претендовала на то, чтобы, так сказать, быть союзницей США. И понимаете, вот эти тезисы 28 за 28, которые сейчас бросаются, так сказать, в Брюсселе, я не хочу сказать, что это демагогия, но это политика устрашения не столько России, просто с военно-технической точки зрения, вы прекрасно понимаете, так сказать, расположить 5000, так сказать, там, солдат, значит, в Эстонии, которая даже не готова быть традиционным театром, потому что там нету просто земли для этого. А так вот на ротационной основе, или иногда дать туда 2-3 самолета, так сказать, один из Нидерландов, другой там из Норвегии, третий из Германии, их пугать Россию, да Россия этого не боится, мы не должны исходить из позиции того, что мы окружены, мы уничтожены, и нас все готовы сместить с лица земли. Россия великая страна. Сами американские эксперты совсем недавно еще говорили, что до тех пор, пока Россия остается ядерной державой, мы будем иметь с ней дело в том или ином, так сказать, контексте. Конечно же, республиканцы, они, возможно, так сказать, чуть-чуть более, так сказать, прагматичны, чем демократы, которые всегда лезли на нас, так сказать, со своей этой проблемой прав человека, там, Адим Жизинский чего стоит, вот. Но, тем не менее, нам надо исходить из того, что у нас есть и достоинства, у нас есть и геополитические параметры, мы должны думать о собственной безопасности, мы должны думать о собственной обороне, но предполагать, что тот климат, который сейчас сложился в Европе, в европейском ядре НАТО, что это раз и навсегда, нет. Мы должны исходить из разности вообще этих величин. Возьмем Прибалтику и Польшу. Это одно. С ними работать очень сложно. Поляки вообще очень сложные люди, особенно на уровне политических элит. Я, так сказать, собаку съел. У меня никогда не было такого состояния нахождения во враждебном лагере, ни там, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, нигде. Вот в Варшаве я себя чувствовал буквально, так сказать, окруженным врагами, понимаете. Поэтому в этом смысле позиция польской элиты или позиция балтийских элит, она, к сожалению, на протяжении длительного времени останется неизменной. Они боятся России. Они боятся России, и это надо позитивно использовать. Что касается таких стран, как вот Средняя Европа, Чехия, Венгрия, Словакия, вы понимаете, это государства с переменными, так сказать, отношениями, с переменными мнениями, с переменными позициями. Они являются слабым звеном. С этим тоже надо работать. А когда мы говорим о Франции и Германии, когда мы говорим о крупнейшем, про Великобританию я не говорю, она была, есть и останется, так сказать, английским союзником. Кеммерон теряет чувство меры, когда он начинает набрасываться на своих союзников по Европейскому Союзу, что они плохие, нехорошие, неэффективные. С ним можно разобраться, но с ним работать легче, вы понимаете. Труднее работать с теми государствами, которые раньше были частью Варшавского договора. Мы в свое время не научились как следует с ними работать. Я в свое время этими вещами очень активно занимался. Это были государства второго, третьего ряда. Так вот, с ними надо учиться работать. Надо использовать тот потенциал, неиспользованный, который тут есть. И преуменьшать значимость экономического фактора в нынешних условиях абсолютно неправомерно. Да, есть попытки консолидации НАТО, но, повторяю, я это уже сказал, и коллеги это подтвердили, они одновременно являются частью интеграционной экономической структуры. От сотрудничества с Россией не будем преувеличивать, но не будем преуменьшать возможности фактора сотрудничества России с этими государствами. Если Россия рухнет, никому не будет хорошо. Уверяю вас, никому не будет хорошо. Американцы могут там отсидеться за своими семью морями, так сказать, но я, так сказать, не хочу сказать, что их настигнет божья кара, а у меня такое ощущение, что когда-нибудь она их настигнет. Да, но это уже эмоции. А что касается Европы, мы все единое пространство. И всерьез предполагать, что даже немцы с риторикой нынешней, неизвестно откуда взявшись, Ангела Меркель, у меня такое ощущение, что, так сказать, ей в свое время сказали, вот мы тебя прослушивали, смотри, не скажи чего лишнего. Потому что она идейная. Понимаете, я не совсем до конца уверен. Мне кажется, это конец ее политической карьеры, но вы послушайте выступление левых партий в Бундестаге. Это же не просто разговор, так сказать, каких-то женщин, которые вышли на трибуну. Это, в общем-то, глаз германской нации в значительной степени. 6,5 тысяч германских компаний, которые теряют свой бизнес, не будем преуменьшать этого фактора. И при этом не будем преувеличивать, хотя вот правильно коллеги сказали, да, ШОС хорошо, да, БРИКС хорошо, но не будем, господа, преувеличивать значимости союзческих отношений с Китаем на направлении антиамериканских совместных акций. Китай, это, знаете, как сказал один, так сказать, человек, что Китай, вот кто знает сказку рейдера Киплинга, Китай это кот, который ходит сам по себе. Да, мы с ним сотрудничаем. Да, у нас есть, так сказать, программы по стандартизации вооружения. Но Китай никогда не пойдет ни на какую крупную антиамериканскую, значит, акцию и не будет блокироваться ни с Россией, ни с кем. Вы понимаете, тут очень сложные проблемы, связанные и с экономическими взаимоотношениями американцев и китайцев. Вот. И кроме того, и кроме того, так сказать, Китай, он не только наш союзник, не только наш стратегический партнер, хотя некоторые говорят, что у нас не столько стратегическое партнерство, сколько, значит, ну что ли, стратегическое сопровождение, что ли, друг друга. Ну и кроме того, не будем звать, что китайцы с большим вниманием наблюдают за всем тем, что делается сейчас и у нас, и на Украине. Они там втихаря скупили уже целый ряд, так сказать, очень важных и интересных объектов. И так же, как и в Афганистане. И они ждут, чем это кончится. А вот сирийский фактор, он показывает, во многом показывает, так сказать, что американцы со своими вот этими нахрапистыми действиями, вот одно из последних заявлений Клинтон тоже означало, так сказать, все, так сказать, американское лидерство, значит, Тихоокеанский век, Pacific Century, все такое. Но инструменты, которые используют даже Соединенные Штаты, вы посмотрите, они не дали конкретного практического результата ни в Афганистане, ни в Ираке, ни в Сирии. Они дестабилизировали огромное геополитическое пространство региональное, так сказать. И тут, тут, в значительной степени, конечно же, роль и деятельность нашей дипломатии. И мы сможем посмотреть, как дальше будет продолжаться этот процесс, потому что когда Россию ставят на один уровень, так сказать, понимаете, вот с аслабистскими движениями, от которых США же первые пострадают, я никому не желаю зла, но тем не менее, так сказать, отсутствует единый фронт. Здесь, на главном направлении удара, на западных союзников, понимаете. Поэтому вот эти вещи с помощью профессионализма можно решать. И это может делать и информационные, наши информационные механизмы, и наши профессионалы. Но самое главное, что здесь нужен профессионализм. Видите, на последнем этапе мы немножко задохнулись, так сказать, вот от обилия любителей на многих профессиональных оценочных направлениях. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить. Скорее, сейчас проявляется все больше и больше элемент любительщины у американцев, которые делают дикие совершенно оценки развития ситуации в Европе и в России, абсолютно не зная и не понимая ни истории России, ни истории Европы, ни тем более отдельных стран. Про Украину я вообще не говорю, да. Я не исключаю, что когда-то, возможно, там они все-таки втащат там Украину в НАТО. Ну, вы понимаете, исходя из чисто экономических предпосылок, но не один нормальный, так сказать, они перенасыщены там американскими агентами, этим самым спецназовцами, я не буду тут говорить о каких-то нюансах, они там перенасыщены американскими советниками. Но так вот взять завтра и ввести в военно-политический блок, в дефенс организацию, оборонительную организацию, страну, у которой нету демаркации, делимитации границ, вообще отсутствует открытая граница с Россией. Понимаете, кто ведет туда, так сказать, натовские контингенты и сделает НАТО, так сказать, полноценным членом, так сказать. Так как только это они сделают, они наружат... Не обязательно сделать полноценным членом, чтобы закрепиться в этом государстве. Закрепляться можно, но мы при этом имеем возможность этому сопротивляться и не допускать этого, понимаете. Вот, а сделать границы, это очень дорогая вещь, понимаете. И нужно тогда признать, что Крым все-таки российский. Андрей Глебович, давайте, наверное, Андрей Глебович, у меня, знаете, вот еще как бы, да, вопрос к вам. Вот мы говорим о непонимании, даже конфронтации, да, России и Запада, но Запад не прекращает сотрудничество там, где это выгодно, Афганистан. И в коалицию против исламского государства Соединенные Штаты Россию хотели затащить. И при этом Обама в своих популистских заявлениях объявляет Россию более серьезной угрозой, чем исламское государство. То есть мы выгодны Западу, Соединенным Штатам, там, где мы нужны. Нас еще со счетов не списывают. Вот здесь двойные стандарты, с вашей точки зрения, не прослеживаются? Ну, вы знаете, если мы характеризуем по позиции американцев или Запада как неправильно, а иногда и глупую, то в ответ подобного рода логику мы не должны применять. Поэтому вот если по каким-то направлениям у нас есть возможность выступать вместе, выгодным нам, нам обязательно это надо делать и расширять зону, так сказать, сотрудничества. Это поможет преодолеть потом и другие наслоения. Это раз. Мне хотелось одну ремарку сделать. Я думаю, вот наше сегодняшнее сообщество очень правильно ставит вопрос о необходимости резкого увеличения работы с общественной организацией, с общественностью европейских стран. В эти европейские страны надо включить Украину. Мы сосредоточились только на поддержке, и это справедливо, конечно, юга, юго-востока и так далее. Но я уверен, что я на Украине вырос, учился в школе и все прочее. Народ Украины свое последнее слово пока не сказал. За него пока это говорят другие. Наиболее такие шубутные энергичные элементы, связанные с какими-то службами, может быть, Запада и так далее. В Центральной области, Запад, не все считают то, что в настоящее время от их имени говорится. Я думаю, нам надо резко расширить количество телевизионных передач, количество радиопередач с населением. Конечно, запрещает российское телевидение. Для того, чтобы с ними работать и чтобы они смогли высказать свою точку зрения. Я уверен, что она другая. Запрещают они российское телевидение. И в своих изданиях пишут совершенно небылицы и про Россию, и про те же самые страны Запада. И даже результаты саммита трактуют так, как им это выгодно. Западная Украина, она, к сожалению, надо констатировать, уже действительно переходит реально на украинский язык. Надо большее количество дел передач на украинском языке, для того, чтобы быть там понятным и работать с ними. У меня иногда звонки идут и какие-то встречи с людьми, которые с Украины прибывают. Люди ожидают, что мы больше будем с ними работать, а они, в свою очередь, смогут как-то привести к большему балансу политику этого государства. Сейчас пока, вот как захватили с самого начала такие голделые антироссийские элементы, они удерживают инициативу. Но эта позиция не отражает позиции большинства украинцев. Вот в центральной, в западной, в юго-западной части. Я уверен, что там очень большие есть возможности преобразования этой позиции, более такой выгодной для дела мира. Знаете, вот я сейчас читаю информационную ленту УНИА. Вот, например, новость 10.38 по киевскому времени. Автомобиль с сотрудниками Федеральной службы охраны РФ попал в засаду в Донецке. Все погибли. Тымчук. Дальше. 10.32. В РФ обещают принимать меры из-за укрепления НАТО на Востоке. Дальше. Крупнейший в России банк ВТБ заявляет о панике в банковской системе страны. Вот читать дальше, а уж если читать о том, что происходит действительно на Востоке Украины, то здесь такая пропаганда идет антироссийская, что становится даже страшно и глупо. То, что они пишут. Так вот, это как раз то, о чем вы говорили. Да, вот как если запрещены все российские телевизионные каналы. Вы знаете, я могу сказать только одно. Что в свое время, это года два было назад, по-моему, наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что Соединенные Штаты Америки на территории России имеют около 600 некоммерческих организаций, а мы имеем на территории США только две. Что можно добавить, что на территории Украины имелось около полутора тысяч некоммерческих организаций Запада. А мы там сколько имели? Может быть одну, может быть две. Это все свидетельство о том, что наши спецслужбы в этом отношении, и наши органы власти, и наш МИД не работает по своему прямому назначению. Просто в свое время я хочу добавить, а это было не вчера и не позавчера, в 2000 году я был на юбилейной конференции, посвященной Ливадийской встрече. Да, да. И тогда, это было не вчера, это было не позавчера, но вопрос блокады русского языка, он стоял тогда очень жестко. У меня там были, так сказать, свои, так сказать, в общем, задания, и я имел беседы со многими людьми, которые мне говорили, идет блокада со стороны Украины, Киева, идет блокада со стороны Болгарии, идет блокада со стороны Турции, мы не имеем возможности вообще общаться на русском языке. Это говорит о том, вот о чем сказал коллега, не было достаточной целенаправленной работы для того, чтобы создать поле для практического использования, в том числе пропагандистского русского языка. В том же самом Крыму в школах внедрялись американские миссионеры-проповедники, которые, так сказать, здесь, в общем-то, делали то, что им было, так сказать, определено делать. Американские послы, в отличие от наших, они, в общем, имеют возможность болтаться по стране и говорить массой всяких вещей. Ну, наши послы, они более сориентированы на работы в посольстве, все такое. Но если взять последние годы, что творили американские депредставители на Украине, понимаете, это что-то невероятное. Люди, лишенные других источников информационного воздействия в условиях экономической депрессии, покупались на все, на это. Вы понимаете, я говорю о большей части Украины, хотя я абсолютно согласен, что возможности для русского языка и симпатии к России, они не ликвидированы. Западная Украина – это отдельная песня, отдельная история. Вот есть эта Магельницкая школа, так называемая, я вот когда был на мероприятиях, посвященных безопасности в Центральной и Юго-Восточной Европе, которая была организована Львовским университетом, то вот эти представители этой школы, они на меня смотрели как на врага. Я понял, что я с ними не смогу никогда работать. Я даже подготовил свое выступление на английском языке, потому что у них не было русского языка в качестве рабочего. Они бы меня сожрали с потрохами, если бы я говорил на русском языке. Но это совсем не значит о том, что поле деятельности у нас полностью ликвидировано. Нет, надо работать даже в сужающихся условиях, вы понимаете? Да, очень важно. Давайте, в общем, на этой ноте, наверное, подключим к разговору журналистов, потому что нам скоро нужно заканчивать. А у коллег наверняка есть вопросы. Да, пожалуйста, второй ряд. Представьтесь, и кому ваш вопрос адресован. Добрый день, меня зовут Бельский Евгений Евгеньевич, главный редактор интернет-обозрения «Российский миротворец». Вот у меня вопрос всем присутствующим. Заговорили сейчас об информационной войне, заговорили о проблематике украинского кризиса. Вот как вы оцениваете тот факт, что в последнее время в европейских СМИ, в частности во французских, в немецких, прослеживаются тезисы и обвинения, косвенное обвинение России в том, что Россия поставила комплексы ПВО на юго-восток Украины. И в результате чего был сбит Боинг-малазийских авиалиний. Вот периодически в последнее время в прессе и в целом в СМИ, в интернет-пространстве появляются различные версии. Вот не кажется ли вам, что здесь тоже есть элементы этой самой информационной войны? И второй вопрос, тоже касающийся войны информационной. Вот вопрос, наверное, больше Константину Валерьевичу, также всем присутствующим. Прошу прощения, Валентиновичу. Объявление так называемого санкционного фронта, не является ли это тоже таким манипулятивным моментом в информационной войне, когда как заклинание практически на всех уровнях и политических, дипломатических, все повторяют слово санкции. Хотя это является, если не ошибаюсь, прерогативой Совета безопасности ООН. Спасибо. Ну, то, что ведется информационная война, это не тайна. То, что вы назвали, это отдельный аспект информационной войны. Она, безусловно, многогранна. И надо понимать, что это не только работа информационной войны, это ворота средств массовой информации. Это и боевые вирусы, то есть кибервойна. Это и целенаправленная модификация сознания руководства страны путем воздействия на различные аспекты. Это все разные грани, это не предмет здешнего обсуждения, потому что это большая проблема. То, что вы назвали пример, это де-факто. То, чтобы этот Боинг был сбит не зенитным ракетным комплексом, об этом уже хорошо показано тем же самым первым вице-президентом Союза инженеров, товарищем Андреевским, который что-то показал, что и следы от пушки 30-мм есть на кабине этого самолета, который, кстати, объясняет, почему пилоты ничего не сказали, они просто моментально погибли, будучи расстрелянными. Это и особенности поражения корпуса этого самолета стержневой боевой частью, а не фугасной боевой частью, характерной для зенитных ракет. Здесь стержни остались. Все это видно. Кроме того, особенности стрельбы тем же ракетным комплексом БУК определяет то, что зона поражения расслабалась в верхней части корпуса, а не с нижней, как это было поражено вот этой ракетой. Кроме того, поставки туда ракетных комплексов России для того, чтобы сбить этот Боинг, зная, что этот Боинг, скорее всего, будет списан на Россию, совершенно ни к чему, это, грубо говоря, себе же на мозоль наступить, как говорится. А если речь шла о захвате стильными самообороны вот этого комплекса, то надо понимать, что для того, чтобы применить этот комплекс, люди готовятся годами. И производится боевое слаживание расчета. И предположить, что, получив этот комплекс бойцы самообороны, посмотреть на того же Моторолу или еще кого-то, не имеющие такой подготовки, смогли бы его применить, конечно же, смешно. И это, кстати, и говорили американские генералы, они это разумные люди, они четко это говорили. Поэтому это в чистом виде информационного военно, причем глупое, это попытка замазать, отвлечь, замолчать вот эту печальную историю, в которой явно совершенно просматривается уши киевской хунты, киевского правительства, которое вот это дело все сбило. Что касается других аспектов, связанных с возникновением так называемого санкционного фронта, то это тоже классика информационной войны, которая предполагает один из приемов, частных приемов, это называется прием «все вместе». Вот когда все вместе идут, всем, как говорится, консолидировано, то это затягивает других. Вот идея санкционного фронта, это вот вроде как «все вместе против России». Вот идея этого. Это просто один из частных приемов. Могут быть найдены и другие приемы, они активно применяются. И здесь в средствах массовой информации регулярно можно встретить такие вещи. Например, замалчивание, смена акцентов, навешивание, ну не ярлыков, а изменение, придание негативному или позитивному аспекту негативного оттенка и наоборот. Понимаете? Вот, например, у нас сейчас просматриваются выраженные признаки отказа от того, чтобы называть их нацистами. Их называют фашистами. А это, между прочим, совершенно разные вещи. Фашизм сам по себе, это ничего страшного собой не представляет. Фашизм – это консолидация разных слоев нации на идее служения государству. Вот под каким знаменом я шел Бенитом Уссалине. Служить можно по-разному. Фашизм – это примат одной нации над всеми другими, просто по роду рождения. И в этом смысле у нас есть выраженное нацистское государство, это Украина, выраженное нацистское государство Соединённые Штаты Америки, которое провозглашает свой приоритет своей нации, своего народа над всеми остальными, и право порабощать других. Это нацистское государство. И мы должны об этом говорить. Оно не фашистское, но нацистское. Поэтому нам нужно выделять нацизм. В преступлениях Второй мировой войны на 90% виноват нацизм. Надо помнить, что почему мы тогда жестко критиковали фашизм. Потому что фашизм сводил на нет классовую борьбу. А клинт-эссенцией Советского Союза, советской идеей – это было поднятие классовой борьбы, поднятие победы пролетариата над буржуазией. Фашизм говорил – нет, мы давайте все вместе будем. Поэтому сегодня мы должны говорить о нацизме. Это тоже элемент информационной войны. И мы должны именно это акцентировать. Надо бороться с нацизмом. С нацизмом. Кстати, если вспомнить, как прошло голосование в Союзе безопасности ООН по поводу российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма, так Соединенные Штаты, Канада и Украина. И Украина. Три государства. Для них это самое страшное. Поэтому вы здесь присутствуете как средство массовой информации, журналисты, я тоже сейчас журналист. Вот отчасти. Но у нас здесь как эксперт. Да, здесь как эксперт, военно-промышленный курьер. Я могу сказать, что надо четко проводить грань между фашизмом и нацизмом и показывать, что именно нацизм несет главную угрозу силой современной цивилизации. Именно нацизм. Давайте, наверное, к следующему вопросу. А то времени мало. Первый ряд. Микрофон. Представьтесь, кому вопрос. Спасибо. Спасибо. Китайская правовая газета Фа Чжи-Жи-Ба. Меня зовут Чжан. Прежде всего, благодарю всех вас за полезные выступления. Сегодня наша главная тема связана с ситуацией Украины. Несколько дней назад лидеры Украины заявили, что Украина собирается вступить в НАТО в течение 2-3 года. Конечно, через голосование. Многие ученые считают, что ситуация Украины, наверное, становится хуже и сложнее, чем раньше. Но на ваш взгляд, есть ли какие-то конкретные возможности выехать из ситуации Украины, особенно на востоке Украины? Спасибо. Но если можно, вопрос к господину Александру Анатольевичу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Во-первых, я бы несколько слов хотел сказать об информационной блокаде России на Украине. Действительно, информационное поле на Украине суздилось до предельных размеров. Российские СМИ на Украину не пускают. И фактически блокировали еще в начале лета, после известных событий, и инаугурации президента, действующего президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. Что касается... Да, и вот на этом фоне радикализация украинского общества достигла сегодня больших масштабов. Все-таки необходимо отметить, что... И я очень опасаюсь, что то предложение, которое прозвучало, сначала Тимошенко, а потом действующего президента Украины, о проведении референдума, о вступлении Украины в НАТО, я полагаю, что такой референдум состоится, и Верховная Рада 8-го созыва сейчас единогласно проголосует за проведение такого референдума на Украине. Так вот, у меня есть большие опасения. Опасения в той части, что население Украины, может быть, даже с небольшим перевесом, но все-таки проголосует за вступление ее страны в Североатлантический блок. Напомню, есть ли до известных событий на Майдане при социологических опросах, которые проводили украинские эксперты и российские эксперты, число украинцев, поддерживающих вступление Украины в таможенный союз, оценивалось примерно в 37%, а евроинтеграция... Это ноябрь 2013 года. 37% украинцев изъявили желание войти в состав таможенного союза, 48% идти по пути евроинтеграции. То сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Число людей... Опросы проводились уже в ноябре 2014 года. Число граждан Украины, участвующих в опросе, за вхождение Украины в состав таможенного союза всего 18%. То есть число людей уменьшилось в два раза. Поэтому на этом фоне, мне кажется, что референдум первое пройдет, и результаты этого референдума будут позитивными для нынешней украинской власти. Что касается участия России в этих процессах, то еще раз повторю, что она минимизирована сейчас, но тем не менее, конечно, у нас есть, мягко говоря, свои люди на Украине. Количество российских предприятий, хоть и уменьшилось значительно, может быть, даже и в разы, но тем не менее, российско-украинских предприятий, но тем не менее, они работают. Мы знаем настроение людей в тех восьми областях, которые, по сути дела, области юга, юго-востока, которые симпатизируют России, и, по крайней мере, выборы в Верховную Раду, да, показали, что оппозиционный блок, бойко, прошел благодаря тому, что и получил почти 62 мандата в Верховной Раде только благодаря тому, что за него, за этот блок проголосовали люди, в основном живущие на юге и юго-востоке Украины. Ну, понятно, что исключая территорию Донецкой, Луганской народных республик. В этом отношении, конечно, ситуация, которая развивается сейчас на Украине, мне кажется, что это прямой вызов России, абсолютно действующей украинской власти. Ну, а наше руководство, возвращаясь к вчерашней теме, Южного потока, мы ее в любом случае должны были бы коснуться, когда говорят, что это является ли отмена строительства Южного потока санкциями России в отношении Европы, Европейского Союза. Но в этом смысле я вспоминаю слова, сказанные президентом России Владимиром Путиным еще в августе этого года. Сказал, мы не будем отвечать на санкции Запада в отношении нашей страны, мы сделаем это в удобный для себя момент. Поэтому такой момент, скорее всего, настал. Россия сделала свой выбор, Россия показала Западу, что она тоже не лыком шита и не белыми нитками. Спасибо. Спасибо. Вопрос в центре. Пожалуйста, представьтесь, кому он отрисовал. Иван Александрович, газета «Советник президента». На планете сегодня очень много разных солидных организаций, начиная от ЮНЕСКО, ЕС, ООН, Восьмерки, Двадцатки, БРИКС и так. На какое место эксперты по степени влияния на международные события поставили бы НАТО? Кто готов? Если говорить объективно, то в настоящее время, наверное, НАТО все-таки занимает первое место по степени влияния, по уровню влияния на международные процессы. Надо четко понимать. Вторым по уровню влияния может считаться ШОС. Но с точки зрения активности и согласованности действий НАТО первое место. Я думаю, что все-таки Соединенные Штаты, учитывая, что Североатлантический блок существует за счет поддержки, прежде всего экономической и военной поддержки Соединенных Штатов, я напомню, что ежегодный взнос Соединенных Штатов в Альянс составляет порядка 10 миллиардов долларов, тогда как другие страны платят значительно меньше, это около 2% ВВП. Но это где-то на уровне 1 миллиарда, 2 миллиардов. Поэтому мне кажется, что все-таки Соединенные Штаты, как бы мы того ни хотели, являются наиболее значимым политическим агентом сегодня на планете Земля. Ну и понятно, что те блоки, в которых вкладывают Соединенные Штаты. Что касается БРИКС, ШОС и других организаций, в которых участвует Россия, ну пока еще вес, естественно, эти группы не набрали, но тем не менее у этих групп есть потенциальные возможности заявить о себе, что, собственно, и делается сейчас, вот в самое последнее время. То есть их нужно позиционировать достаточно активно, чем занимаются эти страны, учитывая экономический и политический потенциал прежде всего этих пяти стран. Спасибо. Будут ли еще говорить? Я просто хотел сказать, что здесь еще надо учитывать тенденции. Я думаю, что вот евроатлантическая интеграционная схема, мощнейшая и НАТО, как один из откликаний вот этой тенденции, на длительную перспективу будут терять свое влияние по сравнению с другими центрами силы. Я уверен, что другие центры силы будут обгонять по степени воздействия. Но пока, к сожалению, оно так. Пока их влияние преобладает, что мы часто видим по голосованию на Генассамблее ООН. Проходят те сценарии, которые они, так сказать, всячески пытаются продавить. Вопросы еще остались, коллеги? Ну что ж, тогда я буду заканчивать. Благодарю наших экспертов за очень интересный разговор. Всего доброго, до свидания и будем рады видеть вас. Спасибо. До свидания.